Многие телеграм-каналы пишут о том, что Россия, возможно, вероятно, планирует вернуть свои войска в Гомельскую область в Беларуси, которая ограничится с Украиной, как все знают, да, и сообщается, что руководство различных учреждений в Гомельской области предупредили о вероятности возвращения подразделений, ну, российских подразделений туда. А как вы думаете, связано ли это и возможно ли это, например, с возможным приездом Путина, ну, потому что они же обещали с Лукашенко, что Путин приедет в Гомель, как вы знаете. И вообще, что между этими двумя негодяями сейчас происходит? Вот, понятно, что Путин давит на него, чтобы он вступил в сухопутную операцию, видимо. Тот упирается. Что может быть? Потому что обстрелы-то ведутся по-прежнему с территории Беларуси. Мы в последние дни, видимо, усиление военной активности в Беларуси, как, ну, в принципе, тоже даже не столько дни, сколько недели, начиная с объявления о создании Южного оперативного командования и резкое увеличение числа учений, как кадровой армии, так и учений с призывом военнообязанных из резерва, и сообщения о том, что в военкоматах уже в рамках учений закладывают окна с мешками с песком. Мы видели также усиление российской группировки ПВО в Беларуси, пока мы не видели посторного ввода сухопутных группировок, собственно, на территорию Беларуси, которые были там в начале войны, потом были выведены. Возможно, это сегодняшнее сообщение о том, что возможно возвращение, возможно, так и будет. Также мы слышали вчера заявление Путина и Лукашенко о том, что Россия собирается передавать Беларуси Искандеры и дооборудовать белорусские самолеты так, чтобы самолеты Искандеры могли нести также ядерное оружие. В целом мы видим нагнетание военного напряжения со стороны Беларуси. В первую очередь, разумеется, это уже создает дополнительное сковывание для украинских сил, которые группируются вдоль белорусской границы именно на случай возможных войных действий. Удастся ли России именно подтолкнуть Беларусь к непосредственному участию в войне? С одной стороны, все причины для Беларуси не участвовать, которые были в сих пор четыре месяца, понятно, что не сохраняется. Даже в гораздо более удобных условиях, когда крупная российская группировка наступала на Киев, и белорусской армии, в принципе, если бы она участвовала, требовалось бы только помогать. Сейчас, как минимум, пока еще российской наземной группировки Беларуси нет, поэтому, если, допустим, в ближайшее время будет какое-то наступление белорусской армии, то им придется это делать самим. В белорусской армии нет таких ресурсов, чтобы провести какое-то серьезное наступление, максимум, что они могут выставить и сухопутные армии, и силы специальных операций. Это максимум, включая всех, это от 10 до 15 тысяч. И то, скорее всего, такие силы они выставить не смогут, потому что это будет значить, что буквально выставить всех до последнего караульного. Более реальная цифра, возможно, 5-6 тысяч. Мы видим, в этой войне это не такие силы, чтобы они представляли себя, например, реальную угрозу захвата Киева. Тогда почему Путин так настаивает? Вот если он понимает, что реальной белорусской армии нету реальной силы, почему он так настаивает? Возможно, там есть дополнительные мотивы создания, как минимум, демонстративные угрозы в сторону Польши и Литвы. Возможно, либо собственная провокация, либо вызов на провокацию с другой стороны, чтобы открыть театр военных действий в ту сторону. Возможно, Россия не хочет сама открывать театр против стран Балтии и Польши, и Белоруссия в данном случае может служить неким буфером. Возможно, это все частичные демонстрационные действия, но как минимум на уровне демонстрации мы видим резкое усиление всей военной подготовки, подготовительных действий, включая даже усиление фортификационных сооружений вдоль границы с Украиной, вдоль границы с Польшей и Литвой. Понятно, что многое будет зависеть дальше от конкретной встречи Путина с Лукашенко. Опять же, здесь уже речь идет даже не о политике, как таковой личной политике на уровне первых лиц. Понятно, без доступа к высшим секретам точно мы знать не можем. Мы видим только внешнюю сторону, которая показывает явное усиление всем фронтам военной подготовки, плюс заявление о возможности белорусской армии расширения до 80 тысяч человек. Понятно, что сразу они это сделать не смогут. Но в копилку всех этих фактов, которые мы видим, явное усиление военной активности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...